Видеоролик создан специально для сайта fb.ru Свекровь и заловка дарили мои знакомые Инне ношенные вещи на каждый праздник. Очень обидно получать на чудесный Новый год расползающуюся рубашку с вытянутыми локтями и туфли на шатающихся в облуках, которые преподносятся как немыслимая драгоценность. И ведь они были так уверены, что она должна принять такие вещи, что подобное даже издевательством не выглядело. Далее рассказ Инны о неприятных родственниках. Со своим мужем я встречалась полгода. Еще год мы жили вместе гражданским браком, а потом поженились. Семь лет назад. Со своими родственниками будущий супруг познакомил меня уже перед самой свадьбой. До этого почему-то медлил. И я в принципе понимаю, почему он так осторожничал. Из родных у мужа только мать и сестра. Внешне довольно симпатичные люди, но мне сразу стало понятно, что наладить отношения не удастся. Ведь это я, гадина такая, вырвалась из семьи единственного мужчины и помощника. Теперь все, что он зарабатывал, свое время и силы он будет тратить на какую-то другую женщину. Сразу после свадьбы мы поселились в съемной квартире мужа, которая находилась неподалеку от его родительского гнезда. В первые же месяцы было несколько чувствительных пакостей. Вы когда-нибудь приходили домой, а там дым коромыслом и идет большая стирка. Ваш нежный кашемировый свитер стирается на максимальной температуре с джинсами. А потом еще и выясняется, что куда-то пропал кот. Кота, к счастью, нашли в соседнем дворе. После таких инцидентов я настояла на переезде. Мы сменили район, а потом взяли в ипотеку квартиру еще дальше. Родственницы сменили тактику. Мужа начали звать на помощь. В их квартире вечно что-то ломалось, отваливалось, и для этого требовалась мужская сила. Когда у нас появилась машина, стало хуже. В обязанность мне или супругу стали вменяться поездки по городу. То племянника везем в парк, то свекровь в больницу, то заловку по магазинам. Самое неприятное, что большая часть сопутствующих поездки расходов возлагалась на мужа. Конечно, можно было давно уже послать недоедливых родственниц куда-то. Но муж у меня совестливый и ответственный. И отказаться от семьи для него невозможно. Да и вообще хорошо советовать такое, а попробуй в реальности отказать людям, которые тебя вырастили. Больше всего раздражают так называемые подарки от родственницы. Почти на все более-менее крупные праздники они приносят мешки со своими ношенными вещами. Уж не знаю, то ли они всерьез считают, что я буду носить эту рухлядь, то ли издеваются. Причем прошу обратить внимание, это не фирменные вещи хорошего качества, а заношенный до дыр потери цвета и формы ширпотреб. Да еще и не стираны ни разу. Рыться в этих сокровищах я даже не собираюсь. Один раз попробовала и с тех пор выношу мешки на мусорку не открывая. Мужу я считаю в некотором вроде повезло. Ему подарков не дарят вообще. В лучшем случае поздравят устно. Как-то раз он сумел намекнуть своей маме, что не отказался бы от подарка на 30-летие. Но получил ответ. Ой, да я не знаю, что дарить. Ошибусь еще. Давай ты купишь что-нибудь, а я деньги отдам. Мой наивный супруг так и выступил. Приобрел в магазине кроссовки и пошел к матери с чеком. Та посмотрела на сумму, меньше двух тысяч, и пообещала деньги скинуть на карту. Уже 6 лет как скидывает. И такое поведение не ответ на какие-то наши с мужем поступки. Наоборот, мы дарим хорошие подарки, не скупимся и не выискиваем ношеное. Как правило, за ловкой свекровь говорят заранее, что хотели бы получить, а мы покупаем. Я не считаю, что ожидание хороших подарков это какая-то корысть. Если ты сам даришь хорошие и полезные вещи, то вправе ожидать отодаряемого ответного жеста. Это не жадность, а справедливость. Однако в отношении моих свекрови и за ловки это правило не действует. И как быть с их поведением я не знал. Все дело решил случай. Инцидент произошел на мой день рождения. Праздник я не устраивала, потому что дата не круглая, да и денег особых не было после отпуска. Суббота пришла с поздравлениями моя мама, а спустя пару часов в квартиру ввалились свекровь с заловкой. Они были в своем репертуаре, приволокли мешок со старыми вещами. Не знаю, что там были за вещи, но воняло знатно. Пришлось проветривать. Моя мама на подарок смотрела круглыми глазами, а свекровь не любит плохо выглядеть в чужих глазах. Впервые за 7 лет знакомства я получила настоящий подарок, а не рухлить. После чая с тортиком свекровь торжественно достала из кошелька и с поздравлением вручила купюру в 5000 рублей. Учитывая, что в последние недели пришлось экономить, это был очень ценный презент. Но как выяснилось, я рано радовалась. Стоило закрыться двери за моей мамой, как деньги потребовали обратно. Я тебе хотела тысячу подарить, купюру перепутала, верни назад. Ага, так я и поверила. Не было у нее в кошельке никакой тысячи. И вообще, как можно спутить розовое с синим? Нет, эти деньги мне подарили, подарки не отдаются, ответила я. Кто бы знал, как тяжело дались мне эти слова. Но мужество мне придало то, что этими деньгами я смогу оплатить косметику на месяц вперед. Требования раскошеливаться или дать сдачу в 4000 рублей стали совсем уж скандальными. Но тут ко мне пришла в голову идея. Хорошо, деньги я отдам. Но сначала мы съездим к вам и заберем все, что подарили. А то неправильно получается, мы ваши подарки возвращаем, а вы наши нет. Как думаешь? Спросила у мужа. Свекровь и Золовка были в таком шоке, что замолчали. А потом ушли, как следует хлопнув дверью о косяк. Чуть позже муж рассказал, что в детстве мать ему при гостях дарила крупные купюры. А когда приглашенные уходили, забирала деньги обратно. И когда он услышал от матери, верни, то сильно обиделся. И за меня, свою жену, и за детство. С моего дня рождения прошло счастливых полгода. Свекровь и Золовка старательно обижаются, и даже мужу ни разу не позвонили. А все наши звонки сбрасывали. Так что живем спокойно. Думаю, на халяву родственницы могут больше не рассчитывать. За прошедшие месяцы муж успел оценить и свадебные выходные, и лишние деньги, которые не нужно тратить на свекровь и сестру. А как думаешь ты, правильно ли поступила Инна? Делись своим ответом в комментариях. Подписывайся на канал и ставь лайк под этим видео. Видеоролик создан специально для сайта fb.ru